МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В вопросах организации проведения призыва на данный момент нет. Сколько планируется призвать в армию наших земляков? Ну, как традиционно, мы призываем порядка 4 тысяч человек. Из уже 4-й призыв, эта цифра остается неизменной, где-то порядка 3 800 человек, 4 тысяч мы отправим для прохождения действительной военной службы вооруженной силы Российской Федерации. Сейчас насколько парни подготовленные идут в армию? Вы знаете, сейчас очень много времени уделяется в средствах массовой информации, и вообще много внимания уделяется именно подготовке граждан к военной службе. На сегодняшний день, по сравнению, скажем, этот предыдущий призыв майский наш, по сравнению с двумя годами ранее, естественно, есть рост того, что призывники более подготовлены к службе в вооруженных силах. Мы как это определяем? Это, прежде всего, отзывы командиров частей, которые мы получаем о службе наших красноярцев. Это те показатели, физические данные, которые мы имеем при проведении медицинских и призывных комиссий муниципальных и также краевой комиссии. Это в том, как повышается уровень образования наших призывников. Могу сказать, что мы не призываем вооруженные силы, лучше сказать, не проходят действительную службу в вооруженных силах, граждане, не имеющие вообще образования. То есть все 100% призывников Красноярского края имеют либо высшее образование, либо среднее специальное, либо просто специальное. То вот граждан, не имеющих профессии, вооруженные силы мы не отправляем. Вообще? Вообще. Даже если они полностью здоровы, даже если они проходят по состоянию... Дело в том, что у нас особенности Красноярска, нашего края, в том, что у нас просто таких граждан нет. Да, если есть граждане, которые нигде не учатся, нигде не учатся и нигде не работают, не имеют никакой профессии, это, как правило, низкий процент, это асоциальные элементы, которые, они негодны вооруженные силы по различным понятиям. Это по критериям образования, то есть они не имеют начального, вернее, не имеют среднего образования, вот, а вооруженные силы не отправляются граждане. Мы не призываем граждан, не имеющих среднего образования. Также, насколько я знаю, не призывают тех, у кого есть судимости. Значит, граждане со снятой и погашенной судимостью, в соответствии с нашим законом, являются полноправным гражданином и подлежат призыву российской вооруженной силы. Граждане, которые имеют судимость, а именно находятся в местах отбывания наказания, либо получившие условные сроки, не призываются в ряды вооруженных сил. До погашения судимости. Процедура призыва, она осталась прежней, то есть молодой человек должен получить повестку, за нее расписаться и дальше уже прийти к себе в районный военкомат. Процедура призыва, согласно закону, осталась или такой, как вы сказали, но мы сейчас видим тенденцию к тому, что граждане приходят сами на призывные комиссии, только с одной целью, чтобы свое время использовать именно так, как им удобнее. Не в тот день, когда его вызовут, а так, у него есть возможность. Время он пришел, прошел в медицинскую комиссию, получил направление, сдал анализы. То есть мы идем под граждан, да. Граждане наши, особенно те, кто учится, работает, они стараются свое время согласовывать с призывными комиссиями, со своей работой. А сколько вот таких добровольцев, которые сами приходят, не дожидаясь повестки? Вы знаете, мы статистику эту не ведем, просто не ведем статистику. Как-то мы всех принимаем, потому что у нас плановая работа призывных комиссий, оно не влияет на какие-то срывы комиссии, и поэтому, в общем-то, мы не ведем эту статистику. Но таких случаев довольно много. Уклонистов много сейчас? Ну вот на сегодняшний день у нас в Красноярском крае 440 пацанов, как я говорю, о которых мы вообще не имеем сведений. Просто сведений. Мы не знаем, где они, что они, находятся ли они на территории Красноярского края. А так вообще мы числим порядка 1200 человек. Это граждане, которые не вернулись или не прошли вовремя дополнительные медицинские обследования, не предоставили призывным комиссиям соответствующие документы, справки, на основании которых их либо освобождают от призыва, принимают решения по дальнейшему прохождению медицинских комиссий. Вот таких у нас, так сказать, порядка 600 человек. Уклонистам какая сейчас ответственность? Значит, уклонистам ответственность есть уголовная и административная. Административная ответственность наступает, так сказать, при уклонении гражданина от мероприятий, связанных с призывом. Ну а уголовная ответственность, это возникает с нежеланием его проходить вообще военную службу. Вы сказали о том, что сейчас вырос уровень образования у призывников. Но это, с одной стороны, понятно, потому что сейчас очень много призывников идут после вузов в армию. Сколько сейчас тех, кто призывается с высшим образованием? Что касается ребят с высшим образованием, то вот предыдущий весенний призыв мы призвали 19,5% парней с высшим образованием. То есть это вот от общего количества призывников почти пятая, ну пятая часть, да? Пятая часть призывников. А год назад, в осенний призыв, 22% призывников были призваны с высшим образованием. Охотно идут студенты в армию? Потому что, ведь я почему спрашиваю? Потому что, когда молодой человек заканчивает вуз, перед ним встает дилемма. Идти в армию или уже начинать строить какую-то карьеру, начинать уже какие-то личные отношения строить. Потому что надо искать работу, нужно каким-то образом в этой жизни себя уже продвигать. Вот поэтому студенты, они охотно идут в армию или нет? Значит, с большим желанием, естественно, они в армию не идут. Вы правильно сказали, что уже наступило время, когда человеку нужно определиться и занимать какую-то нишу в нашем обществе. Но дело в том, что люди или граждане, получившие высшее образование, они, как правило, законопослушные. И те граждане, которые, в общем-то, в вузах стали, так сказать, настоящими патриотами страны, и в вузы наши в этом вопросе не зря работают. В соответствии патриотическое воспитание, развернутое в нашем вузах. И граждане в вузах высшего образования... Они сознательные, скажем так. Да. Они идут сознательно. Вы правильно сказали. Идут сознательно. Сознательно выполняют свою обязанность. Потому что наше государство накладывает как обязанности, так и у каждого человека, кроме обязанностей, есть права. Права – это одно, обязанности – это другое. Я слышал, что даже иногда студенты берут академический отпуск, чтобы пойти в армию. Вот это слухи или на самом деле это существует? Значит, вот в майском призыве у нас 137, можно сказать, студентов взяли академические отпуска. Значит, это не слухи, это правда. Это правда, да. 137 взяли академические отпуска с целью определиться, так сказать, в отношениях с государством в своих обязанностях по военной службе. Брали ребята после третьего курса, отучивших три курса. С тойкой целью это в основном технические вузы, потому что у нас сейчас в наших многих предприятиях на территории Красноярского края, как правило, ребята с техническим образованием на третьем-четвертом курсе уже начинают осваивать свою непосредственную профессию. Поэтому, чтобы сразу получив диплом, прийти уже не молодым специалистом в коллектив, ничего не знающим, а уже прийти молодым, но опытным специалистом, умеющим работу и общение в коллективе. Вот военная служба им в этом отношении как-то помогает еще или нет? Или это просто вот такой вот хитрый ход, скажем так? Вы знаете, я думаю, что военная служба многим из них помогает в каком плане? Естественно, вооруженным силам у нас есть различное количество воинских профессий и много частей. Есть в том числе режимные части, в которых проходят службы граждане, имеющие допуск к государственной тайне. Как правило, все предприятия военно-промышленного комплекса подразумевают наличие у человека допуска к государственной тайне. Ну, что такое допуск к государственной тайне? Это, согласно закону, это улучшение материального благополучия или благосостояния человека. По сути, в общем-то, за наличие допуска по той или иной форме к государственной тайне, согласно закону, положена доплата до 50%, а на некоторых предприятиях до 70% к кладу. То есть, тот, кто сейчас учится где-то в техническом вузе, ему легче пройти службу посредине своего обучения, и потом уже получить во время службы еще своеобразные допуски и так далее. У него просто не возникает потом проблем с устройством на предприятии ВПК. Да, я думаю так, потому как мы знаем, систему обучения, наверное, первые три года учат теорию в основном, да, мы помним с вами учились в высшую математику, сопромат, вот, а уже, так сказать, на старших курсах уже происходит обучение именно инженерной профессии, именно той технической профессии, по которой будет диплом. Пишется диплом на выпускных курсах, то есть, уже человек видит себя на профессии инженера или специалиста. То есть, он уже продумывает свою жизнь. Конечно. Вы сказали, что вот есть режимные такие части, да, где определенные люди служат, да, они туда стараются попасть. А вообще, куда стараются попасть призывники? Вот куда, к каких частях они хотят служить? Где престижно сейчас, скажите так? У нас, как мы все знаем с вами, престижно или желание любого молодого человека служить где-то в воздушно-десантных войсках, в частях морской пехоты, в различных частях специального назначения, в разведывательных подразделениях. Каждого призывника мы стараемся определить ему род войск в соответствии с того, с тем, кем он может быть. Естественно, мы их и отправляем в те части, которые наиболее данному призывнику подходят. А что касается вашего вопроса, то я бы, скажем, добавил части военно-морского флота, войска стратегического назначения, куда у нас в Красноярском крае, вот в этот призыв порядка 350 человек мы тоже отправляем. А где, кстати, наши призывники служат из Красноярского края? Ну вот, значит, наши призывники... Дома, да, или нет? Или все-таки уже отправляют куда-то далеко? Ну, что касается города Красноярска, у нас очень мало на территории Красноярского края частей, поэтому где-то порядка 500 человек останется, может быть, даже меньше. Вот. В основном наши призывники служат на территории нашего центрального военного округа. Вот. Центрального военного округа. Это 29 субъектов Российской Федерации. Это откуда-докуда примерно? Ну, это, я вам скажу так, от Кировской области до Иркутской. Да, вот это все, так сказать, да, больше половины... Такая вот рядом, да. Больше половины страны наши. Вот, значит, предыдущим призывникам мы отправили призывников в 37 субъектов Российской Федерации. Проходить военную службу. То есть у нас география большая. Большое спасибо, что пришли к нам в студию. Сегодня у нас в гостях был военный комиссар Красноярского края Андрей Лысенко. Продолжение следует...